Долги бывают разные. Самый распространенный среди россиян долг за коммунальные услуги. И лобутнанцы в этом смысле не исключение. Порой суммы задолженности исчисляются сотнями тысяч рублей. На них, кроме всего прочего, накручиваются пени. Управляющие компании и ресурсники предлагают своим должникам разные варианты решения проблем. От поэтапного погашения полной суммы до обнести на пени. Если же своими силами решить проблему не удается, обращаются в суд. И тогда в квартиру к должнику обязательно постучат судебные приставы. Накануне в очередной рейд по таким адресатам отправилась и наша съемочная группа. В лобутнангах общая сумма задолженности, которую необходимо вернуть службе судебных приставов, составляет более полутора миллиардов рублей. Большая часть из них это просроченные штрафы за совершенные административные правонарушения. Но есть задолженности по алиментам и по оплате коммунальных услуг. У нас штат не такой большой. Всего 11 судебных приставов-исполнителей, которые работают непосредственно с исполнительными документами по взысканию задолженности и по исполнению иных требований исполнительных документов. Всего на исполнение, вот на сегодняшнюю дату, у нас около 20 тысяч исполнительных производств. То есть если поделить на 11 судебных приставов-исполнителей, то получается, что на каждого приходится где-то порядка около 2 тысяч исполнительных производств. Объем, конечно, нагрузка большая, но они справляются, стараются исполнять требования всех исполнительных документов. Надежда Лескина структуре работает уже 10-й год. За это время неоднократно была отмечена руководством как лучший судебный пристав-исполнитель в Ямалинском автономном округе и награждена за хорошую службу. Надежда Николаевна признается, что объем выполняемой работы действительно большой, но это, пожалуй, не самое сложное. Но закон единый для всех. Вот и сегодня очередной рейд. Судебный пристав-исполнитель Антонина Шульгина совместно с представителем Открытого акционерного общества «Теплоэнергетик» вновь посещает должников. Вечернее время выбрано не случайно. Больше шансов застать их дома. К сожалению, должники не разрешили переступить порог этой квартиры и закрыли перед нами дверь. Но именно сейчас там производится арест имущества в счет погашения задолженности ресурсоснабжающему предприятию за предоставленные коммунальные услуги. Следующий адрес. Должник открывает дверь и вновь готов идти на диалог с судебными приставами. Здравствуйте. Судебные приставы. Наталья Николаевна? Да. Но увидев съемочную группу, опять закрыли перед нами дверь. Сумма задолженности по этому адресу только перед теплоэнергетиком составляет 168 тысяч рублей. Пообщавшись с должником, юрист-консульт акционерного общества предложила совместно найти пути выхода из сложившейся ситуации. Есть возможность заключить договор по этапному повышению задолженности. Но для этого есть тоже определенные условия, на которые нужно пойти там авансированный платеж внести, предоставить пакет документов и заявление соответственно. Это все на рассмотрение руководителя. Если руководитель дает добро, что да, заключить договор, тогда... Следующий адрес автострадная 45. Ирина Леонтьева одна из собственников квартиры. Сумма задолженности за теплооснабжение свыше 200 тысяч рублей. Сейчас по решению суда расчетные счета были разделены между всеми собственниками. У меня нет задолженности, говорит Ирина Александровна. И это действительно так. Но еще несколько месяцев назад ей приходилось рассчитываться и за себя, и за родственников, несмотря на то, что воспитывает троих детей. У нас этот... Не работает ни сестра, я одна выплачивала долг. Потом я разделила лицевые счета. Свой долг я выплачиваю, у меня судебный пристав, удерживаются заработные платы. С законом шутки плохи. Так или иначе, но по счетам все равно придется расплачиваться. И лучше это делать самостоятельно и своевременно. В противном случае в любой момент в дверь могут постучаться судебные приставы и арестовать ваше имущество в счет погашения долга.